Для уродов нет глупой погоды, уродов не хватает на огненную воду. Для уродов нет глупой погоды, уродов не хватает на воду. Здравствуй, мой дорогой зритель! Тебя приветствует Сантехник и 85-й выпуск передачи «Вот уроды». Самой невероятной передачей по миру танков, ибо то, что мы здесь видим, кажется, происходит в какой-то параллельной вселенной. Оно происходит не с нами, до тех пор, пока мы сами с этим не столкнемся. И здесь у нас четвертое место и конфликт между Т-34-85 и Т-44. Т-44. Ой, откуда-то у меня тут курсор взялся на экране. Но я думаю, вы меня простите, уж не буду перезаписывать этот кусочек. Итак, давайте посмотрим, чем все закончится. Ну, Т-34-85, конечно, тут тоже неправ. Т-44-ка его подперла, там не пустила. Но стрелять по своим, подпирать тоже как-то неверно. Ну, вроде бы они разъехались, окей. Т-34-85 падает вниз, сбивает гусеницы, и 44-ка ему решает отомстить. Вот таким вот образом. Он просто прыгает на него сверху, Т-34-85 голубеет, отправляется, кстати, в автобан. И в итоге он раздавлен был, Т-44. Знаете, вот, честно говоря, мне немножко непонятно. Разработчики утверждают, что система автоматического бана работает безукоризненно, без ошибок. Но у меня есть повод утверждать, что это не так. Это самый настоящий баг. Тот, кто спрыгнул сверху, тот и виноват в удавлении, в удушении. Я не знаю, как это по-другому назвать, союзника. А не тот, кто оказался снизу. Потому что он в этом не виноват. За что его забанили, мне, честно говоря, непонятно. Потому что это, как минимум, неправильно. Вот ты уродик. На третьем месте у нас сразу четыре участника будет. Начинается все с того, что двое сознательных союзников помогают подняться Е-25 в такое читерское место. Там на горочке есть великолепнейшие кусты. У меня сразу такая ностальгия возникла. До переделки этой карты я туда на хылкате заезжал, становился. И там такие прострелы. Мам, дорогая. Ну вот, поднимается туда Е-25. И что же он тут наблюдает? Вы знаете, популяция хоботов в последнее время в игре, по-моему, стала увеличиваться. После нескольких моих выпусков именно с ботами, где я четко показывал, что, ребят, смотрите, вот это вот боты, очень многие стали мне присылать. Но, честно говоря, обычно это далеко не боты. Далеко не боты. Но здесь сразу четверо в одной команде. Это, как бы вам сказать, неприятное явление. Ладно, если там один встретится там за 10-15 боев, в этом, как бы, ничего страшного нет. Но когда их становится целая куча, целый выводок, ну, это как бы неприятно. Хорошо они хоть стрелять умеют, и то ладно. Как бы так, они ведут себя на уровне, ну, крайне плохого игрока. Не очень плохого, а еще хуже. Потому что они фактически ни черта не делают. Они вот четвером приклеили здесь друг к другу, и даже кое-кто из них умудряется подстрелить противника, как только появляется засвет. Как только засвет пропадает, они сразу начинают бездействовать. Они смотрят друг на друга, поднимают там свои хоботы вверх, там, шевелятся, катаются туда-сюда. В общем-то, ничего хорошего мне из себя не представляют. Ну, вот здесь, обратите внимание, даже завалили противника. Ну, есть кое-что положительное в этой банде. Как бы так, они стреляют по фокусу. Если они видят какую-то цель, то они все дружно разворачиваются, и всей толпой начинают по этому противнику стрелять. То есть, что-то в этом даже есть такое, что... Что, в общем-то, могло бы быть. Ну, вот, например, Е-25 вражеский, который неизвестно, где их высветил, уже убивает двоих, и они ничего не могут сделать, потому что они не понимают, откуда по ним ведут огонь и так далее. Вот, обратите внимание, Е-25 спустился уже на деф-базы. Тридцатьчетверка его увидел, и сразу же приехал к нему на помощь. Потом Е-25 прошмыгнул на базу, за ним поехали эти двое. Тигр Пэй и Тридцатьчетверка. И вот кто теперь самый настоящий бытовод? Е-25 самый настоящий бытовод, потому что он вводит за собой ботов. Именно так он и поступает. Он проехался мимо них, прицепил их к себе, и они ездят, его прикрывают. Что, в принципе, как бы так является неплохим способом борьбы с ними. Не то, что борьбы, но, во всяком случае, если вы попадете в такую ситуацию, знаете, если вы видите, что где-то стоит бот и вертит хоботом, ни черта не делает, просто можно заставить его на вас работать. Просто проехать мимо него, и он будет вас прикрывать. Он будет за вами ездить. То есть, хоть какую-то пользу из них можно извлечь. Бороться с ними, на самом деле, очень сложно. Вот как вычислить, программа управляет этими танками, или это просто плохой игрок? Как вычислить с точки зрения программного обеспечения? Да это практически нереально. Я даже не знаю, как это можно сделать. Поэтому только ваши жалобы могут на это как-то повлиять. Их реально очень сложно отличить от обычного игрока. Ну, во всяком случае, когда они вот здесь вот конкретно в этом бою палятся, просто по-черному, ну, то, конечно, понятное дело. Но в ЦПП же не будут рассматривать каждый бой, в котором, по вашему мнению, попадались боты. Я и сам пересмотрел два десятка реплеев, и вот только вот в этом я увидел конкретно, что вот здесь ребята ботоводят. Ну, собственно, вот такие вот дела. Ну, давайте к следующему месту. Вот уроды! Второе место. И знаете что, ребят? Я в последнее время изменил свое отношение к брелкам. Я действую теперь по принципу. Не трогай говно, вонять не будет. Обращаем внимание. 704-й притаскивает с собой ПТ-шку четвертого уровня. Агрится очень сильно команда на них, и противники пишут, что ты молодец, типа что-то самое. Минус один ствол в команде, там, зеленых нормально, все, все хорошо. И седьмой убивает брелка. 704-й на него разворачивается. Собственно, сюда даже брелка не надо было записывать, просто 704-го. Как обычно, крабье притаскивает с собой брелка. Я еще ни разу не видел, вот ни разу не было в моей истории, чтобы какие-то нормальные, там, хотя бы зелененькие ребята притаскивали с собой брелка. Был такой действительно один случай, но там они извинялись, что они случайно это сделали. Ну, а спецом, то вот как-то вот так вот. В общем, пристрелили брелка, и взвод из ИСА-7 и ИСА-4 начинает стрелять в 704-й объект. ИС-7 голубеет, и, разумеется, уже по нему урон так безнаказанно наносить нельзя. ИС-4 вдруг поголубел тоже с первого выстрела. Очевидно, тоже такой же любитель пострелять по своим. Ну, в итоге, я думаю, что вы понимаете, чем все заканчивается. То есть, грубо говоря, теперь 704-й их может бесплатно разваливать. Я бы на месте ИСА-7 просто бы не отстреливался. Ну, хорошо, ну, убил бы меня 704-й, отправился бы он в автобан. Это был бы реальный метод борьбы с такими дебильными товарищами. Потому что я терпеть не могу этих зародышей обезьяны, у которых мозгов хватает только на то, чтобы в бой, там, например, 10-го уровня притащить МС-1. Ну, неважно, МС-1 или нет, там, 4-й уровень притащить с собой. Это примерно то же самое. То есть, ничего. Ну, в итоге, ИС-7 бесплатно помирает от 704-го объекта. Здесь вроде на помощь приезжал Е5-й, но он не решился стрелять по 704-му. Наверное, напрасно, потому что ИСА-4-го забанили. В итоге 704-й тоже покалеченно его сейчас убьют противники. И Е5-го последнего накроет арта. Турбо-слив, Прохоровка. Все как по нотам. Вот уроды. На первом месте у нас целый взвод артовиков. Хотя, я бы их назвал как-нибудь по-другому. Конкретно вот этих вот, ребят. Что хочется сказать. Ну, бросили зеленку на Руинберге. Ну, такое иногда случается. Ну, бывает. Но сторона удобная для дефа. То есть, можно стать в бойнице при поддержке артиллерии. Можно развалить наступающих. Просто как нечего делать. Такое я наблюдал очень много раз. Но артовики решают, что все пропало. Все потеряно. И надо лупить по своим. Первым уходит Борщ. Причем абсолютно фуловый. Ну, как бы Борщ. Он может настрелять у ГОГО. Даже в ПВП. Он достаточно сильная машина. Но, тем не менее, нет. Борщ не нужен. Вторым идет под раздачу 50Б. Сначала по нему Гиви бросает. Потом, после того, как он переезжает. По нему бросает 3-я арта. ФВ-шка британская. Ну, давайте посмотрим более детально, как это все происходит. 261-й. Не будь дураком. Он не остался под врагами. Он переехал. Гиви остался стоять на месте. Ну, вот ФВ-шка набрасывает. Ну, все нормально. Все хорошо. Вместо того, чтобы стрелять по противникам. Которые, кстати, уже светятся на данный момент. И можно было бы значительный урон нанести. Тем более топовым артиллериям. Они стреляют по своим. Светляка убивают, собственно. Ну, светляк, ладно. Фиг с ним. Ну, зачем 50Б было трогать? Он мог еще дел наворотить. Будь здоров. Ну, потом уже начинают стрелять по противникам. 261-й, я так понял, еще к тому же на ББ-шках. Потому что он только что так неплохо накинул врага. Вот если бы стреляли по противникам, то вполне возможно, все можно было бы еще исправить. Можно было задефиться. Ну, или во всяком случае настрелять. Тем более здесь Ягд ПЗ на базе, который мог это все дело принять. Всех вот этих вот наступающих ребят. Что он, собственно, успешно достаточно делает. Но в итоге он получает за это в борт от ФВ-шки и очень быстро умирает. Ну, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok